Мы привыкли воспринимать Новый год как момент перехода из прошлого в будущее, из старого в новое. И даже скептики, не верящие в чудеса, подводят итоги года и строят планы на будущее. Ах, как замирает сердце во время боя курантов, и душа предвкушает чудеса. Пространство вокруг словно меняется и обновляется. Хочется всех простить и наполнить светом. А для того, чтобы шагнуть в Новый год внутренне свободными и окрыленными, мы подготовили в этом праздничном эфире несколько важных советов, которые помогут вдохновиться на благие дела. Ну что, начнем наш выпуск? Поехали! Начнем, пожалуй, с благодарности. Согласитесь, когда она доходит до адресата, мы выполняем важную миссию. Помогаем другому человеку почувствовать себя значимым и ценным. Также важно простить обиды, отпустить все то, что вам не нужно, и тормозит движение вперед. Попросту стопорит развитие. Отпустите проблемы, на решения которых вы не в силах повлиять. Зачем тратить на это свою энергию? Новый год – лучшее время отпустить все то, что тяготит вашу душу. Новый год отмечают во всем мире. И, конечно, в каждой стране сложились свои традиции и обычаи празднования этого дня. Расскажу о них подробнее. Мы, россияне, вряд ли можем представить себе Новый год без главного атрибута – елки. И взрослым и детям нравится наряжать деревья, предвкушая праздничную атмосферу. Елка приносит в каждый дом ощущение радости и волшебства, создает хорошее настроение. Но только представьте, что на гуа вместо ели в Новый год наряжают манговое дерево. У них своя праздничная атмосфера, которую жителям России кажется совсем не понять. На площадях можно встретить соревнующихся лучников или йогов, ходящих по раскаленным углям. Удивительно, не правда ли? А если говорить о Китае, там вместо елки дом украшают подносами с апельсинами и мандаринами. Причем важно, чтобы по количеству каждого из этих фруктов было восемь, так как это число символизирует бесконечность. Китайский Новый год – самый древний, продолжительный и значимый праздник во всех странах Восточной Азии. Раньше он длился почти месяц, а сейчас – 15 дней. В новогоднюю ночь, а также многие дни после нее, ночное небо озаряют тысячи разнообразных огней. Конечно, в ход идет вся пиротехника. Дети взрывают петарды, балуются с салютами, а взрослые используют артиллерию посерьезнее. И для того, чтобы праздничные каникулы не омрачили ожоги и другие травмы от использования пиротехники, а также, чтобы не пришлось вызывать пожарных, необходимо использовать несколько правил, с которыми мы сейчас ознакомимся. Категорически запрещается использовать пиротехнику в квартирах, вообще в любых помещениях. Для запуска фейерверка необходимо отойти от здания любого сооружения, не менее на 15 метров, установить в устойчивое положение пиротехнику и под контролем ее уже запускать. В случае продажи всегда вместе с пиротехникой дается инструкция, где все это четко прописано. Мы, в свою очередь, все равно обходим людей и инструктируем о правилах использования пиротехники. Также нами рассылаются информационные письма в торговые центры, в кинотеатры, где ежечасно проходит информация по аудиосообщению, ролики в кинотеатрах запускаются, где также разъясняются правила использования пиротехнических изделий. Продавцы должны в первую очередь соблюдать правила хранения пиротехники при продаже. Также они должны продавать лишь сертифицированную продукцию. С пиротехникой должна выдаваться инструкция о правилах применения. Также пиротехника запрещается для продажи лицам младше 16 лет. Также на каждом пиротехническом изделии обязательно должна быть указана дата изготовления, срок хранения и правила использования. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. А еще важно обращать особое внимание на внешний вид петард. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты – влажные, с трещиной и другими повреждениями упаковки. Помните, что входящие в состав пиротехнических изделий горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они могут легко воспламениться и привести к пожару или к травме. А вы знали, что в древности на Руси празднования Нового года связывали с возрождением природы? Поэтому торжество приходилось на март. По одним летописным источникам Новый год совпадал с днем весеннего равноденствия – 22 марта. По другим – с масленицей. Провожали зиму и встречали весну – начало нового жизненного цикла. Новый год для каждой хозяйки – это повод продемонстрировать свои кулинарные способности и удивить гостей вкусными, изысканными блюдами. Но высшим мастерством считается способность составить меню, которое придется по душе всем гостям, в том числе и символу наступающего года. 2023 пройдет под покровительством черного водяного кролика. Животного, чей рацион представлен исключительно растительной пищей. Так, в каждой стране есть особые блюда, которые украшают праздничный стол. С некоторыми из них связаны суеверия с другими культурные традиции. К примеру, во Франции на столе в изобилии присутствуют устрицы, сыры, фуагра и легкие французские вина. Также подают и другие морские деликатесы – гребешки и красную рыбу. В этой стране считается, что если у вас в течение года не хватало денег на эти блюда, они обязательно должны присутствовать на праздничном столе. А в стране восходящего солнца в новогодние блюда японцы кладут каштаны. Ну а что бывает на столах в России, вы прекрасно знаете и не мне вам об этом рассказывать. Ох уж эти дизайнеры и зачем они каждый год придумывают эту странную моду. Часто задают подобные вопросы люди, читающие статьи о разных трендах. Но дизайнеры ничего не придумывают просто так. На моду в первую очередь влияют глобальные события, которые волнуют общество. Кстати, самыми популярными цветами в одежде в последние два года стали оттенки зеленого, которые также символизируют пробуждение жизни после пандемии. А главным цветом 2023 года по версии Института цвета Pantone стал оттенок красного. А вот о других тенденциях в индустрии моды узнаем далее. 2023 год несет нам разнообразие. Мы продолжаем носить то, что и в 2022, возможно, немного видоизменяя это. Что мы носим? Мы носим как мини, так и макси. Мы носим нюд и яркий цвет. Мы носим винтажные шубы. Основные тренды могу выделить. Это кожаный тотал лук, это полупрозрачная ткань, это обилие ремней. Причем ремни это не только как ремень на талии. Это могут быть какие-то застежки, это могут быть элементы декора в наряде. Также мы продолжаем носить карманы. Кажется, в скором времени поклонникам стиля придется хорошенько постараться, дабы обновить свой гардероб актуальными новинками и запастись идеями образов на грядущий год. Перед Новым годом всем детям хочется повеселиться на утренниках и, конечно, получить новогодний подарок от Деда Мороза. Министр труда и социального развития нашей республики расскажет подробнее о том, какие мероприятия проводятся в нашем регионе. По поручению Сергея Ивановича будут проведены новогодние мероприятия. Будет приоритет отдаваться детям из семей мобилизованных граждан, из семей участников специальной военной операции. Ну и, конечно же, дети из семей погибших в результате участия в этой специальной военной операции. Мы провели уже все организационные мероприятия, получили уже подарки. Будет каждому ребенку вручаться подарок и открытка от главы республики с поздравлением на Новый год. Будут проведены утренники. В каждом районе республики планируется проведение каких-то вот таких праздничных мероприятий именно для детей. Ну и мы также в городе планируем провести совместно с нашими театрами, это Осетинский театр, Русский театр, спектакли. Они покажут спектакли детям. Мы организуем приезд детей с районов республики, и в том числе, конечно же, из города Владикавказ. Шесть таких спектаклей будет проведено с охватом детей более 1800. Также поздравления от главы республики получат все дети, проживающие в домах-интернатах. Их обязательно посетят в преддверии Нового года, ведь они нуждаются в особом внимании и особой заботе. А еще в этом выпуске мы хотим рассказать о подарках, которые в этом году выдавали семям новорожденных детей. С начала текущего года по поручению главы республики Сергея Ивановича Миняйла мы начали проводить очень такую приятную акцию по вручению подарков новорожденным детям. Ну, вручается, конечно, подарок маме. Подарки вручаются каждой семье, в которой появляется малыш в нашей республике. На сегодняшний день можно сказать, что уже более 6000 подарков мы выдали за год. Кроме этого, по поручению главы республики на 1 сентября внимание было уделено нашим первоклассникам. Они все получили подарки школьных принадлежностей от главы республики. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми, который вступит в силу с 1 января 2023 года. Пособие, которое в правительстве называют универсальным, объединит несколько ежемесячных выплат, которые действуют в России уже сейчас. Подробнее узнаем далее. С 1 января следующего года вносятся изменения в предоставлении детских пособий нашим семьям, имеющих детей. Это, наверное, уже все слышали, это единое пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет. Единое пособие будет предоставляться на тех же самых условиях, на которых сейчас назначается пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. И от 8 до 17 лет. Я могу успокоить наших мам уважаемых. Многие сейчас задают эти вопросы. То есть нет необходимости подавать заявление в январе месяце. Если вам пособие от 3 до 7, либо от 8 до 17, назначено сроком на год, и срок назначения заканчивается, ну, допустим, в течение 2023 года, в мае, в сентябре, в августе, неважно. Вот когда этот срок подходит, каждая мама будет иметь возможность перепадать заявление, но уже на единое пособие, также через портал госуслуг. Вот именно когда срок назначения предыдущего пособия будет заканчиваться. Нужная информация не всегда лежит на поверхности. Иногда, чтобы ее раздобыть, приходится уделять время и, конечно, прикладывать усилия. Много интересного нас ждет в новом году. А пока на этом все. Программа «Диана, скажи!» подошла к концу, а вы продолжайте присылать вопросы к нам в редакцию на номер 8-918-701-7041. Мы поможем найти ответы, но уже в новом 2023 году. Редактор субтитров А.Семкин